Доброе утро, мы в офисе 15.80, узнаем, что произошло чрезвычайно за последние сутки. Сергей, доброе утро. Доброе утро, у нас был насыщенный день, много звонков. Значит, из чрезвычайных происшествий, вчера около 9 часов вечера возле гостиницы «Алмаз» у нас был очередной ложный вызов по нахождению опасных предметов. Ну, тоже вроде бы оказался пакет с мусором. Значит, и по «Матросово-2» был пожар, огарел торговый урок. Пока там справочки у нас официальной нет, причины пожара сейчас выяснилось. Сильно огарел. Я думаю, что там небольшая площадь возгорания была, но тем не менее все равно. Значит, еще у нас было вчера из-за отключений, у нас котельня, против ШИМ-12, которая улица Интернациональная, бывшая, вчера встала, поэтому очень много было звонков по отоплению. Сейчас, на данный момент, три дома отключены у нас, кроме тех трех, которые у нас были. У нас еще три дома. Это «Братевшим-19-21» и «Шевченко-116» отключены от услуги теплопоточения. Ну, до познатиплосеть вчера работала, значит, сегодня планируют закончить работы, но там серьезная утечка, пока ничего обещать нет. Это из-за утечки, да? Да. Стала шкотельня, потому что искали эту утечку. Очень плохая новость. Еще одна сегодня водоканал опять будет отключать в центральном части города. Это из-за того, что на Южном опять... Пока по срокам неизвестно. А со скоте на скоте? С 9 часов граничного термина. Запасайтесь водой. Да. Ну, я думаю, что если успеют до выхода, все же это было бы очень хорошо. К сожалению, не все у нас не заходят на сайт водоканала. Тоже вчера только вечером об этом узнал. Поэтому мы будем пытаться как-то информационно освещать по возможности, если будет заранее нам известно. Ну, они, да, проезжают с утра, и когда отключают, вот уже у себя на сайте. Еще у нас за вчерашний день сейчас отключено от газа дом полгероев Сталинграда 15, стоит на квартире 9. Вы эти газы обнаружили. Ну, я думаю, будем надеяться, что они надолго. И по Латышево 15 отключена строя к отоплению. Ну, там, я думаю, что за сегодня тоже его сделают. Там по одной квартире порыв, в принципе, тоже сегодня сделают. А порывы из-за чего порывы? Ну, порывы, скорее всего, что у нас старые сети, это однозначно, это раз. Ну, второе, возможно, какие-то шовы. Когда, ну, не в этом случае конкретно на Латышево, но когда останавливается котельная и когда же они дают давление, тогда, получается, может из-за этого гидроудара, может порвать старые, то... Что нам синоптики о королевом морозе обещают? Сегодня у нас ночью синоптики нам передавали было минус 6, минус 8. Днем обещают 0, плюс 2. Без осадков, будем надеяться, что так оно и будет. Вот и когда он у нас продолжает, передает нам раскопочку, что продолжают вон и накрасено, мы же, ну, возможно, в течение этой и следующей недели должны уже ее закрыть. Вот, со своей стороны, инспекция, как по контролю за баллов, скажем, будешь проверять то, как они заасфортируют дорогу после своей раскопки. Угу. Там все берется открытым. Ну, в принципе, вот это все за сегодня. Запасайтесь водой, хорошего настроения и утепляйтесь, на улице все-таки минус. Спасибо вам, хорошего дня. Хорошего дня.